Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! Когда те пришли к воротам части и потребовали сложить оружие. Вот их гильзы полностью на поражение работали, именно в наглую. Притом разговорил, что они не собирались по нам стрелять. Итог. Четверо раненых среди бойцов самообороны, двое среди солдат. В части, в основном срочники, многие призывались из Луганской. Среди десятков чужих лиц мать ищет одно, родное. Где еще? А в сами исты! И вот, наконец, долгожданная встреча. Но сын еще не с ней. Последнее построение на плацу. Завтра рота солдат отправится по домам. Берут в плен и допрашивают только контрактников, которые ввели пулеметные огонь и закопов. Пулеметчик, который стоял на Вауше в части 30-35, у него за спиной стоял офицер с пистолетом у головы. То есть, и был такой приказ, что или будешь стрелять, или я тебя застрелю. Еще один батальон внутренних войск в центре Луганска не разоружился до сих пор. Недавно его переименовали, и теперь это батальон национальной гвардии. Каждый день к воротам едут родители родовых в сумках продукты. Сын Галины Колпаковой должен был оказаться дома еще два месяца назад. Но Киев отменил демобилизацию. Те, кто уже дома, боятся давать интервью. Чем все закончится, неизвестно. Солдат еще могут обвинить в дезертирстве. Пока трибунал им не грозит, они под защитой армии Луганской республики. Евгений Решетнев, Виктор Денисов, Антон Волошин, Вести недели. Сегодняшнюю программу мы построим на прямом включении из Луганска. У нас на прямой связи известный украинский журналист Александр Роджерс, который уже неоднократно выступал в прямом эфире наших программ. «Крымская весна. Информационная война». И мы сегодня просто из первых рук получим информацию, что происходит в Луганске сегодня, в понедельник 2 июня. Здравствуй, Александр. Здравствуйте. Да, расскажи в двух словах хотя бы общую сводку на сегодняшний момент, на сейчас. Что происходит и... Ну, да, что происходит. Ну, с утра ополчение начало осаду погранзаставы, ну, вернее, штаба пограничных войск, которые управляют пограничниками. Значит, и там, значит, местные как бы служащие хотели сдаться, вот. Но там нагнано было много бойцов нацгвардии и правого сектора, вот. И они, в общем, открыли огонь, и в результате там несколько часов шли боевые действия, вот. Вот, несколько, пару часов назад часть пограничников сдалась, по-моему, бой дальше продолжается, насколько я знаю, сейчас, вот. Ну, и там через несколько часов после начала всего этого действия начал летать над городом истребители. Ну, в общем, самолет я не видел, потому что низкооблачность, его только слышно, в основном. На ютубе есть ролики, его уже сняли и показали, да. Ага, в общем, ну, и как бы несколько часов он ничего не делал, только летали. И вдруг, в общем, я находился тоже в центре города, в общем, и слышно было, как он летает. И вдруг раздался взрыв, в общем, мощный, и оказалось, что это был обстрелян ОГА, в центре города, там парк. В общем, говорят о использовании кассетных бомб. В общем, другие говорят, что это залп из 20-30-миллиметровой пушки. В общем, в результате это парк, который в центре города прошит насквозь очередью. Последний снаряд попал в четвертый, только один снаряд попал в здание ОГА, в четвертый этаж. Там четверо погибших. В общем, еще три человека погибло в парке. В общем, этот парк, там люди гуляют каждый день, там куча женщин с детьми, с колясками. В 20-ти метрах от зоны поражения, где очередь прошила, там, в общем, детская площадка. С другой стороны здания, там детский сад. В общем, везде дети, везде женщины, мирное население. Вот это все обстреляно. Численность раненых я на сегодняшний день, на текущий момент не знаю, еще я буду уточнять. В общем, ну, мы засняли кадры, я просто сразу нашел видеооператора, фотокорреспондента. Мы засняли раненых, засняли повреждения. Вот, выварочные деревья, где-то околометровые дыры в земле, около метра диаметром. В общем, центр города обстрелян, вообще никакой логики в этом нет. Это чистой воды акции устрашения, потому что там бой возле пограничников, он идет в совсем другой части города, на окраине. Вот, а это центр города, который никаким образом с этим не связан. То есть это чистой воды террористические методы ведения войны на запугивание населения. Саш, скажи, пожалуйста, ну, это, конечно, такой морализаторский вопрос, но кто может сидеть за штурвалом этого самолета? Неужели это гражданин Украины, который областной центр в прошлом, да, областной центр Украины расстреливать будет из пушек, причем ему никто не сопротивляется, ни зенитки, ничего. Вот, сам принцип ведения террористической войны, как вы там это оцениваете? Кто вам противостоит? Кто вот это вот все устраивает? Ну, нацисты, мы их называем исключительно нацистами, потому что нормальные люди так себя не ведут. Есть в международном праве понятие о комбатантах и нон-комбатантах, да, то есть даже когда идут военные действия, то стремятся, чтобы мирные жители не страдали. Вот, а тут, ну, как бы есть вообще военные объекты в городе, которые там... Ну, вместо обстрела в военных объектах идет обстрел гражданского населения. Ну, летчику этому хочется передать, что у него теперь несколько миллионов кровников, в общем. И, ну, пусть копают могилку, пишут завещание и тому подобное. Потому что я думаю, что среди тех, кто погиб, среди тех, кто ранен сегодня был... Обязательно среди родственников найдется кто-то, кто до него доберется. Вот. И, ну, обязательно будет выяснено, кто это был. Вот. И, а если не будет выяснено, какой это летчик, то я думаю, что будут этих летчиков хоронить, пока они не закончатся. Пока они сами на него не покажут. Да, пока они сами на него не покажут. Это вот эмоциональное состояние людей, которые вот... Я в центре города провел там, где этот обстрел был полчаса. И вот я именно вот такие вот высказывания и наслушался. Что это нацизм, это надо карать, и это не должно остаться безнаказанным. И такие нелюди не должны ходить по нашей земле. Такой вопрос в связи с этим. У нас буквально на прошлой неделе было такое же прямое включение с Северодонецком, с гарнизоном, который, ну, защищает город, да. И они рассказали о том, что в районе, по-моему, Лисичанска они были освобождена группа... Не освобождена, а просто перешли на сторону ополченцев срочники. Их погрузили на машину, отправили, и тем не менее их все равно нашли и расстреляли на месте. И там было несколько сотен человек. У вас нету такого ощущения, что смысл этой войны, он вообще-то заключается не в стратегических и не в тактических задачах. Там, захватить город, захватить территорию. А, по-моему, у них, им абсолютно все равно, кого расстреливать. Главное, что расстреливать украинцев, причем неважно с какой стороны. И основная задача этой войны, это просто проредить население. А вот на этой территории, где этот сланцевый газ, что ли, либо что-то еще. Вот этот вопрос всех волнует. За что они воюют? Ну, у меня есть свое мнение, достаточно давно сформированы. Вот есть достаточно сильная Европа, есть достаточно сильная Россия. Если у них нормальные взаимоотношения, Россия поставляет в Европу углеводороды, то и те, и другие от этого получают определенную выгоду. И нужно вот на линии транспортирования этих энергоресурсов, нужно создать зону нестабильности. Единственное, кому это выгодно, это США. И они готовы ради... Ну, они падающая империя. Сейчас все страны отказываются от расчетов долларов. Сейчас сдулся сланцевый пузырь американский. Сейчас американская экономика в текущем квартале показала минус 1% ВВП. То есть она сокращается. Вот. А им нужно продолжать втирать своего населения, что они суперимперия, которая контролирует весь мир. Поэтому они стремятся весь мир, по сути, погрузить в ту или иную степень хаоса, в ту или иную степень военных действий. Они развязывают очередную мировую войну руками украинских марионеток в Киеве. Вот. Даже марионеток-марионеток на Майдане. Вот. Которые не понимают, что они делают, но играют на интересы США. Понятно. То есть фактически речь идет о том, чтобы развязать даже войну не ради какой-то тактической там победы, а ради того, чтобы просто была война. Их интересует сам процесс, как зона нестабильности на границе с Россией. И как раз на вот этом газопроводе, который, ну в принципе, неподалеку заходит от Российской Федерации, да, на территорию Украины. Ну, если промониторить высказывание того же Яроша, который является тоже марионеткой американской, то о чем они говорят? Они говорят о том, что они взорвут газопроводы, они говорят о том, что они готовы взрывать даже атомные электростанции. То есть, ну, им плевать абсолютно на то, что миллионы украинцев от этого пострадают. Вот. Они, их задача, вот, просто превратить эту территорию в максимально непригодное для жизни пространство. Хорошо. Тогда давай с тобой поговорим вот о чем. В принципе, наши враги понятны. Они маскируются за киевской хунтой, за Ярошем, дальний враг-то понятен. Какой выход из этой ситуации с точки зрения Донецкой Народной Республики, где жители живут на этой земле, и Луганской Народной Республики? Вот точка времени, которая сейчас, в каком состоянии находится, и что нужно сделать для того, чтобы вот эту террористическую войну, которая направлена на уничтожение людей и на создание зоны хаоса, вот методически что нужно сделать, чтобы, ну, не только их опрокинуть, но и победить? То есть, чтобы здесь был мир, стабильность, и в то же время откинуть их дальше на запад, вплоть до польской границы? Ну, несколько составляющих у этого есть. Во-первых, нужно, ну, мне все-таки ближе к экономической части, я не военный, профессиональный, я экономист. Вот. Нужно, во-первых, полностью разорвать все экономические связи с Киевом, чтобы туда не выходило ни копейки налогов, чтобы на эти деньги не могли они финансировать. Это получается парадоксальная ситуация, когда за наши же деньги нас и убивают. Вот. Это первый момент. Значит, то есть нужно полностью разорвать все экономические связи с Киевом. Вот. Второй момент – это нужно, отбросить те войска, которые сейчас наступают, которые, их нужно немножко отбросить. Ну, в принципе, как бы у войск, даже у идейных националистов, у них не особо есть желание воевать. Они деморализованы, они там сидят без еды, без воды, у них дизентерия начинается, они не получают денег, они воюют без бронежилетов и так далее. В общем, это мясо на убой, и они частично понимают, что они мясо на убой. В общем, то есть, и тактика хунта именно поэтому изменилась. Они начали использовать артиллерию, и начали использовать авиацию. То есть, нам нужно что-то придумать против авиации нейтрализующего. То есть, какое-то средство ПВО, там подобные вещи. В принципе, вот сейчас над этим как раз и думают, как это сделать. Вот. И что-то дальнобойное, чтобы можно было нейтрализовать, опять же, вражескую авиацию. Потому что пехота вражеская, она отнюдь не рвется воевать. Ну, у всех на устах такое понятие, как бесполетная зона, которую однажды американцы и французы устроили над Ливией. Но и так, и сяк анализировали эту ситуацию. Без мандата ООН вроде бы бесполетная зона никак не получается. Фактически это же объявление войны. И похоже, что Россия на это не пойдет. То есть, речь идет о том, чтобы сделать бесполетную зону прямо силами Луганской Народной Республики при помощи, я не знаю, переносных зенитных ракетных комплексов, при помощи каких-то еще средств ПВО. То есть, фактически, речь идет о создании нормальной регулярной армии со всеми комплексами и ПВО, и артиллерии, и так далее, и так далее. Ну, сейчас, насколько я знаю, работа над этим ведется. Я как бы туда не лезу, в военную сферу, потому что это не моя компетенция. В общем, и она достаточно засекречена. Поэтому в военную часть я как бы не могу комментировать. Вот. Я больше сосредоточен на экономических аспектах всего этого. Давай поговорим об экономике. Смотри. Бородай. Вот из Донецкой Народной Республики пришло сообщение о том, что национализации не будет. А брали интервью у жителей Артемовска, и они говорят, что мы-то не спешим идти воевать, потому что до сих пор непонятны вопросы собственности в новых республиках. То есть будет национализация, не будет. Будем мы блокироваться с какими-то олигархами, не будем. Особенно с теми, которые из партии регионов. Как этот вопрос обсуждается, обговаривается с экономической только чисто точки зрения в Луганске, и вот что об этом говорят люди у вас? Ну, вообще, как бы, есть несколько моментов. Есть настроение населения, да, есть мысли, которые идут в правящий, скажем так, в парламенте, там, в правительстве. Вот. Значит, население, по-моему, все-таки выступает за... Как минимум за национализацию собственности тех олигархов, которые выступают на стороне хунта. Вот. Это, по-моему, достаточно бесспорное явление, разумное, обоснованное и, в общем, как бы, логично. Вот. Что касается остальных олигархов, то там, как бы, настроение делится. Вот. Что касается правительства, то как раз, по-моему, сегодня должен был этот вопрос обговариваться, но из-за обстрела, видимо, это будет перенесено. Так что я не могу однозначно пока ответить. Я могу только говорить за себя, а пока правительство официально свою позицию не высказало. Ну, вопрос этот фактически упирается в то, что Народной Республике нужны какие-то товарные запасы, какие-то остатки на складах, которые они могут обменивать с той же Россией, ну, за деньги живые, которые надо конвертировать в пенсии, в зарплаты, да, ну, и менять на продовольствие, на гуманитарку, на тот же инсулин, там, лекарства, и на, ну, боеприпасы и обмундирование. То есть, ну, экономически война тут привязана очень сильно. Я понимаю. Что касается, там, лекарств и еды, питания, продуктов питания, то их запасов еще хватит месяца на три, это точно. Я как раз сообщался в пятницу, в субботу с представителями этой комиссии, которые там занимаются. В общем, они говорят, что на три месяца можно держаться, а потом будет новый урожай, и там будут новые запасы также. Главное, чтобы дали его собрать, тут урожай. Что касается остальных вопросов, как раз вот мы должны были сегодня это обговаривать. Я там, как консультант, тоже, как бы, к этому всему причастен, но, видимо, сегодня уже не будет этого. Возможно, завтра, не знаю, в общем. И такой вопрос, у нас тут остается две с половиной минуты уже до конца эфира, такой вот вопрос, который интересует всех, ну и в Крыму особенно. Мы все наблюдаем за двумя новообразованиями, новыми государствами, Луганская Народная Республика и Донецкая. У всех на устах вот это слово, которое называется Новороссия, и как идеологический проект, и как государственный, да? И все задаются вопросом, ну, все видят руководство Луганской отдельно Республики и Донецкой, да? Но все задают вопросом, а на каких основаниях произойдет объединение? Вот этот документ, который подписан в Донецке, он как бы более-менее понятен, но вот самой Новороссии люди не видят. Что об этом говорят люди у вас? И как вообще, вот, ну, гуртом легче и батька быть, ну, с этой точки зрения? Обсуждается ли вот объединение ресурсов, я не знаю, вооруженных сил, командование и так далее? Вот в этом направлении? Ну, помощь уже оказывается. То есть из Луганска и в Славянск, и в Донецк отправлялись подразделения на помощь. Вот, и луганские добровольцы сейчас воюют, славянские, это точно. И, по-моему, в Донецке под аэродромом там тоже присутствуют луганские. Так что помощь на уровне военной идет уже полным ходом. Вот, как там они в единое командование будут выстраивать, я как бы не знаю. Я, опять же, не влезу в эту отрасль. Что касается экономического сотрудничества, то оно будет налаживаться по мере того, как будут переходить под контроль республик вообще экономика. Пока что это, к сожалению, еще процесс далекий от завершения. Понял, спасибо, Александр. Спасибо. У нас на связи было прямое включение из Луганска. Известный украинский журналист, консультант Александр Роджерс рассказал о том, что происходит сейчас в Луганской Народной Республике. Наша программа «Информационная война», она... Мы освещаем разные вопросы, и стратегически, и тактически. Сегодня тяжелый день, сегодня произошла конфронтация очень сильная, практически бомбардировка центра Луганской авиацией. И сегодня мы с вами имели прямое включение для того, чтобы вы представили себе картину, что происходит на Юго-Востоке. Спасибо за внимание. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин